Добрый день, с Настей! Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я хочу поговорить о книжках ноября месяца, которые я прочитала. Я сразу помяну книги, которые я уже обсуждала на своем канале. Большую книгу, которую я прочитала, еще двух маленьких к ней в помощь, была книга «Ими Розы». Уберто Эко на нее у меня вышла отдельная рецензия, я оставлю на нее ссылку в инфобоксе. И две книжки, включая по скриптам, которые я читала вместе с ней. И я также снимала видео о своих книжках с очарованием 2017 года, где я говорила о книжке «The Power», которую выиграла Билли Спрайс, которая мне не понравилась. Поэтому говорить о них отдельно я не буду. Из тех книг, которые есть у меня на бумаге, у меня осталось три штучки. Остальные я читала в электронном варианте. Из тех, которые у меня есть на бумаге, наверное, с них я и начну. Я с публицистики, с биографии. Это биография Джереми Паксмана, английского журналиста, телеведущего, который идет в мою любимую передачу. Такой, типа, умники-умницы, которая называется «University Challenge». Я эту книгу приобрела, потому что у меня был интерес к этому самому TV-презентеру. Если этого интереса нет, то, в принципе, читать эту книгу не особо интересно. Здесь он с собственными языками, это автобиография, рассказывает о своем детстве. Оферослили, о том, как он попал на BBC, о том, как он делал карьеру журналиста, о каких странах он работал, в том числе, сколько он провел в Ирландии, как раз в те времена, когда в Ирландии был большой конфликт. В принципе, он в 90-х годах, еще был, ну, 70-80-90-е, то есть вот эти вот бомбежка и активные военные действия между Северной и Южной Ирландией. Как это повлияло на его ужас, как ему пришлось оттуда бежать. Как он попал уже после на такую стабильную работу BBC, когда он брал интервью каждой вещи на программе Newsnight, и как его пригласили работать над этим ТВ-шоу-квизе, типомников и умниц. Если вам интересен этот человек, то да, имеет смысл книжку прочитать. Если вы ничего о нем не знаете, ну, в чем тогда смысл, правильно? Биография — это такое дело, это сугубо узкоспециализированная литература. Я получила от нее удовольствие, один раз ее прочитала, я даже не думаю, что я буду ее перечитывать. Также в ноябре месяце я наконец-то закончила книгу, которую вы на моем канале видели много раз. Я в том числе читала с вами пести первую главу этой книги. Это Эйми Эспесет с «Афишен Грейс». На русских книг она не была переведена. Это, по-моему, дебютная пока единственная работа американской писательницы, которая живет в Австралии. Книга вышла в Австралии. И вместо книги сложились очень тяжелые отношения, потому что первые 150 страниц мне совершенно не нравились. Я находила их тяжелыми, язык был для меня тяжелый. И атмосфера была очень тяжелая. Здесь говорится о очень узкой семье. Их друзья, которые живут в религиозной коммуне в Монтане, ведут очень такой отчужденный образ жизни. Они мало соприкасаются с другими людьми. Они живут своим хозяйством. То есть они охотятся, рыбачат, они в свой огород. И где-то за 150 страниц действительно я пробиралась через дебри. А потом в этой книге начали происходить такие вещи, которые сейчас меня шокировали. Я по-другому на все взглянула, у меня собрался пазл в голове вообще, что происходило в этой книге. Скажу честно, книга графичная, книга 18+. Здесь нужно быть готовым морально к таким невольно неприятным сценам, таким физиологически тоже неприятным. То есть сцена охоты и убийства оленя в самом начале, в первой главе, это цветочки. Дальше будут ягодки. Но, несмотря на эту графичность, ты действительно начинаешь с проникновением относиться к главным героям. Ты понимаешь, что вообще хочет донести до тебя автор. В итоге книга мне понравилась. Я не скажу, что она мне очень понравилась, но она точно мне запомнилась. Я о ней до сих пор вспоминаю. А с ноября уже достаточно долгое время прошло. Какое счастье, что мне не довелось родиться в такой семье. Я вообще не очень люблю всё, что связано с религиозными коммунами, с их странными взглядами для меня на жизнь. Книга такая тяжёлая. Ещё одна книга, которую я прочитала, это «Козу и Шигура» «Нет, let me go». Помню, как она на русском языке называется. Я не знаю, к какому жанру эту книгу отнести, как и многие. То ли это научная фантастика, то ли это вообще ужастик, то ли это просто наблюдение и обсуждение моральных принципов в современном обществе. То, как могло бы быть здесь альтернативный реализм, как бы в Англии могло бы быть сейчас, если бы этические законы в клонировании сложились не так. Здесь живут клоны людей, которых используют для органов. То есть их создают специально, чтобы потом использовать как подопытных роликов. То есть, ну, смотря какой орган потребуется, можно сделать 3-4 раза из каждого клона донацию органам. Мы знакомимся с ними, с этими донорами, когда они ещё дети, и мы с ними живём, когда они взрослеют, влюбляются, и постепенно начинают выполнять ту миссию, ради которой их, собственно, они создали. И вообще в этой книге такая мысль просказывает вообще, что такое человеческая жизнь, чем цена человеческой жизни, как мы определяем, что такое человек, являются ли эти самые клонные людьми, вообще способны ли они любить, способны ли они творить, способны ли они чувствовать. Обсуждается моральная сторона вообще жизни человеческой. Это интересно, и я рада, что та книга была написана, язык очень приятный, но она оставляет такое скомканное серое чувство в тебе. Когда ты не знаешь вообще, как эту книгу описать, как вот её с твоей головы на какую полочку поставить, я не знаю даже, что о ней сказать, не понравилась. Мне понравилась, конечно, не так сильно, как книга, которую я читала в прошлом году, но мне понравилась. И я бы её рекомендовала, и совершенно точно я автора читать буду и дальше. Ну, осталось ещё три книжки. Одну я показывать не буду, потому что она у меня в большом сборнике. Это «Один день из жизни Ивана Денисовича» Солженицына. Он говорит особо много про эту книгу. Не хочу, вы сами знаете, что мне нравится, если нравится Солженицын. И эта книга, она является первым рассказом, даже не рассказом, новеллой в его первом томе, вот этого 30-томника переиздания. Поэтому я не хочу её доставать. Я продолжаю читать этот том по чуть-чуть. Мне понравилась, естественно, эта новелла. Она является таким хорошим вступлением, подготовкой для тех людей, кто ещё и читал «Архипелаг ГУЛАГ». Ну, думаю этого прочитать. Начните с «Одного дня из жизни Ивана Денисовича». Это вам даст такой вот хороший пример о том, что же вас ждёт дальше. Потому что вещь сильная. Ну, и так как я прочитала «Архипелаг ГУЛАГ» в прошлом году, то есть для меня это было, знаете, возвращение в прошлое. Просто в более сжатой форме, более интенсивно подан материал. Мне, естественно, понравилось. Я знаю, что это на любителя. Многим не нравится ни слог, ни вообще то, что пишет на расслужительство, но мне нравится. И остаются две книги, которые я читала именно в электронном варианте. И оба книги прочитала очень быстро. Начну с дебютной работы, которая на русский язык ещё не была переведена. Она называется «Stay with me», это нигерийская писательница. Книга была номинирована на Бейлис прайз, это за лучшую женскую прозу. И она проиграла как раз книге «The Power». Я до сих пор поражаюсь, как она могла ей проиграть. Для дебютной новеллы очень хорошо. Прочиталась она у меня за один день, на одном дыхании. Действие книги происходит в 50-е, 90-е, начало 2000-х годов. Тингерии на периферии, то есть не в Лагосе. Там есть чуть-чуть немножко в Лагосе и детстве, но в основном она показывается местная, тихая жизнь. Нам показывают брак, брак бездетный. И то, к чему это приводит, желания имени детей, и насколько на женщину оказывается давление. То есть книга написана «Женщина». В книге идет повествование от женского лица. Главная героиня очень сильная. Она очень хочет ребенка, у нее еще не получается. Ее муж заводит вторую жену, приводит вторую жену. Хотя любит ее, потому что на него оказывает давление его же семья, нужны наследники. Я не буду сильно вдаваться все, значит, будет неинтересно считать, но в общем в итоге у них будет трое детей. И за это заплатить довольно большую цену, особенно в моральном плане. Книга тяжелая и книга жизненная, и в ней еще очень хорошо показана одна генетическая болезнь и о том, к чему ведет незнание людей, и знаете, есть такое хорошее выражение «Благими намерениями усыпана дорога в ад». Так вот, иногда хочешь как лучше, а получается как всегда. И лучше не думать, лучше просто открыто обсудить все с человеком, а здесь все происходит за твоей спиной. Ты хочешь сделать человеку лучше, но в итоге получается намного хуже. Я сказала всякую непонятную кашу, но если я начну говорить хоть чуть-чуть более понятно, то сюжет книги вам раскроется. А сюжет книги довольно интересный, захватывающий, и если я вам скажу больше, то читать уже не будет смысла. Мне очень понравился язык, мне нравятся нигерийские, английские мне нравятся колорит той жизни. Я уже завтра приступлю читать к «Стреле богов», что не может меня не радовать. Я очень-очень рада, потому что я буду читать. Нравится мне, как пишут книги литерийские писатели, я считаю, что для дебютной новеллы вообще работа, очень сильная работа. Я не понимаю, как эта книга была, просто проиграть до пауэра. Книга настолько более сильная, и она женщину показывает, то, как женщина есть, всяких приукрасок, всяких фантастик. В общем, книга мне понравилась. И остаётся ещё одна книга, это публицистика, называется, я «Человек-Тронный», сейчас зачитаю, «The Silla Crowe's a New History of the World» или «Шёлковые пути. Новая история мира». Ну, ничего нового в этой истории нет, совершенно. Книга довольно толстенькая, 650 страниц. Почиталась она у меня за неделю на одном дыхании, но ничего нового для себя я из этой книги не почерпнула. Она для меня из серии такой, знаете, давайте я напишу книгу для людей, кто не вообще как бы, ну, не знает ничего истории, но хочет для себя что-то раскрыть. Если вы мало интересовались историей Ближнего Востока и вот этому шоковому путю, потому что сейчас это уже, конечно, шоковый путь, сейчас у нас нефтевой путь, то стоит посчитать эту книгу, она написана британским историком, писателем, который популяризирует историю. Но для меня это так. Знаете, один раз прочитал и забыл. Я не хочу сказать, что я высокообразована в этой теме, но автор очень специфично выбирает моменты повествования. То есть, действительно, мы начинаем смотреть за шоковым путем с 8 века вплоть до конца 20 века. И очень много рассказано о истории ислама, о том, как это повлияло на страны Ближнего Востока, про Таро-Монгольское иго, опять же, его эффект. Но мне это интересно с точки зрения того, что Россия с этим столкнулась, поэтому я это давно уже изучаю. Но автор, понимаете, вы не можете быть историком во всех областях, это ненормально. Автор, это нищий один поэт, естественно, он делает акцент на тех темах, которые ему интересны. Ему интересны, например, выступления христиан с захватом Израиля, Иерусалима, крестовые походы. То есть, много уделяется крестовых походах. Потом ему очень интересна история Британской империи. Он британец, естественно, для него это ближе к делу. Он рассказывает об экспансии Британской империи, как это привело на распад между кланами на Брежневом Востоке, на приведение границ, какие границы сейчас есть. Историю Ирана, как Америка сотрудничала с Ираном, особенно в 1960-е годы, 1970-е годы, как сложен был период Первой мировой войны и между Первой и Второй мировой войной, как Британия пыталась делить Иран и Ра, как они организовывали компании, которые делили нефть. Я это уже знала, мне это интересно, поэтому, опять же, ничего нового не нашла. Если вы этого не знаете, то эта книга подаёт материал очень простым языком. И, наверное, лет 10-15 назад она бы мне зашла намного лучше, потому что как раз тогда для меня эти многие вещи были откровением. Я плохо знала стоят своего века, особенно всё, что касалось нефти. Меня совершенно не рисовало. Потом просто задумывалась. Ну, живя в Англии, ты не можете задумываться вообще о Баране и Ираке, и вообще о Ближнем Востоке, и Пишему многие под группой мусульман так яростно с тобой дерутся, что я стала больше вопросом заниматься. Если вы ничего не знаете, то да, книга эта интересная. Она рассказывает и про Ши, и про Суи, мусульман, в чём между ними различия с точки зрения их дактрины, их понимания религии. И что вот эти все границы между странами сейчас, насколько они арбитральны, насколько они навязаны были и Америкой, и Англией, и к чему какой трагедии это привело, и война в Афганистане в 70-80-е годы, то есть как СССР к этому повлиял, Америка, так же хорошо, естественно, описана вообще вся эта ядерная программа Ирана, и где они, собственно говоря, взяли изначально всю свою ядерную программу. Это очень хорошим, простым, популяризированным языком описано. Но для меня, как бы, опять ничего нового. Ну, написано намного лучше, чем вот «Brief history of humankind» Херари, о котором я говорила в прошлом году. Написано лучше. Но ничего нового. Как бы, вы понимаете, такое название «Новая история мира». Я думала, я увижу какую-то мысль, которую никто до этого не озвучивал. Но ничего нового в этой книге нет. Просто очень хорошая суммация. Это простым, популяризированным языком уже известных фактов. Если вы какие-либо книги читали из этого списка, я снова с вами их обсужу. Может, я вас заинтересовала на прочтении чего-то нового. В любом случае, спасибо вам за просмотр. Приятного чтения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok